Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего занятия – сортировка и поиск. Мы рассмотрим понятия поиска, понятия сортировки и некоторые алгоритмы сортировки. Как мы знаем, массив – это набор некоторого числа однотипных данных, расположенных в последовательных ячейках паники. Более того, этот набор имеет имя. В синтаксе с объявлением массива мы сначала указываем тип массива, то есть тип элементов массива, далее имя массива и в квадратных скобках размер массива. Если у нас массив двумерный, то рядом в квадратных скобках еще один размер. Размер массива – это литерал или константное выражение. В соответствии с объявлением массива, для его размещения будет выделена область памяти длиной. Размер массива умножен на размер типа элемента массива. Это все измеряется в байтах. Например, мы выделяем для массива А размерности 5 под инт, интовое число, интовые элементы у нас. Значит, у нас размер массива будет 5 умножено на размер целого числа. А интовый размер – это может быть 2 байта, а может быть 4 байта в зависимости от реализации компилятора. Это вы тоже знаете. Мы знаем, чтобы обратиться к элементам массива, мы должны указать индекс этого элемента. Индексация элементов массива начинается с нуля. В случае массива, вот эта индексация называется операцией извлечения. То есть это бинарная операция, обозначаемая квадратными скобками. При этом первым оперантом является имя массива. Например, а вторым оперантом – это целочисленное выражение, заключенное в квадратной скобке. То есть это может быть буквально одно число, а может быть целое выражение. В данном случае мы обратились к первому элементу массива А, а первый элемент у нас имеет номер 0. Здесь мы обратились к элементу массива Б. Массив у нас двумерный, элемент наш располагается во второй строке, а так он номер разведет с нуля, то у нас индекс будет 1. И в пятом столбце тоже столбцы номера нумеруются с нуля, значит будет 4. Сортировка и поиск – это те два основных алгоритма, которые применимы к массивам. То есть интуитивно мы понимаем, что массив – это не просто ограниченная последовательность элементов одного типа, а это большая последовательность элементов. И в большой последовательности обычно мы ищем элемент, либо один элемент, либо ищем все элементы, которые удовлетворяют условиям поиска. Либо мы хотим этот массив упорядочить по возрастанию или по убыванию, чтобы быстрее найти нужный нам элемент или чтобы произвести какие-то определенные действия. Мы понимаем, что в упорядоченном массиве работать с элементами проще, нежели в неупорядоченном. Поэтому алгоритмы поиска и сортировки считаются одними из основных алгоритмов при работе с массивами. Вообще алгоритмов поисков и сортировок очень много. Это сложная тема, это большой курс. Более подробно с этой тематикой вы будете знакомиться при изучении специального курса, который называется «Алгоритмы структуры данных программирования». Немножко мы эту тему еще раз затронем во втором полугодии. Сейчас мы только рассмотрим самые простые алгоритмы поиска и сортировки. При рассмотрении алгоритмов поиска мы сегодня обратим внимание лишь на линейный поиск, то есть на поиск, когда мы перебираем все элементы массива. Существуют две основные формулировки задачи поиска. Это найти элемент массива, удовлетворяющий заданному условию, то есть выяснить, имеется такой элемент массива или нет. При этом можно модифицировать задачу, найти первый элемент массива или найти последний элемент массива, удовлетворяющий условия. И вторая задача – это когда нужно найти все элементы массива, удовлетворяющие некоторым условиям. Любой поиск связан с последовательным просмотром элементов массива и проверкой их в соответствии условию поиска. Основу алгоритма решения задачи составляет цикл, так как мы должны перебрать все элементы массива. В качестве условия в таком цикле является условие продолжения отрицания условия поиска. Например, требуется проверить, есть ли среди элементов массива А длиной Н элемент со значением, равным заданному значению Х. Возможно, две ситуации. Ситуация первая. Такой элемент существует. Тогда при некотором значении индекса И, то есть это тот номер, на котором располагается искомый элемент, выполняется условие А и Т равно Х. Или же ситуация, что такого элемента в массиве нет. В первом случае, когда элемент имеется, поиск нужно завершать при обнаружении искомого элемента. Во втором случае нужно дойти до конца. Формально условие завершения поиска записывается в виде А и Т равно Х, то есть как только мы нашли такой элемент, мы записываем, выходим из цикла. Или же, когда мы дошли до конца и не нашли такой элемент. Если мы хотим сделать отрицание, а нам в поиске нужно ставить отрицание, так как пока не найдем, мы будем искать. Тогда в соответствии с правилом Деморгана, это правило из алгебры логики, то вот это выражение, которое было с истинным, с отрицанием оно будет выглядеть, пока А и Т не Х, то есть пока мы не нашли, и пока И меньше Э, то есть пока мы находимся в пределах элементов массива. Поскольку основная задача поиска решается при проверке условия, то тело цикла должно содержать только инкремент индексной перемены. Что это такое? Сейчас посмотрим. На языке все это будут выглядеть так. Мы сначала устанавливаем наш курсор на начало, на первый элемент массива, и говорим, пока А и Т не Х, то есть пока мы не нашли наш элемент, и пока И меньше Н, то есть пока у нас вот размерность массива, мы находимся в пределах границ размерности массива. Мы просто переходим на следующий элемент. Поскольку условия цикла являются конъюнкцией двух простых условий, конъюнкцией в данном случае мы называем раз условий, и вот эта конъюнкция, два условия, то после завершения цикла необходимо проверить основное из этих условий. То есть что это означает? Когда мы найдем элемент, вот если мы, скажем, нашли какой-то элемент, то нужно проверить вот это И. Мы нашли элемент внутри массива, или же мы уже вышли за пределы массива. Если наш номер меньше, чем Н, то элемент находится внутри массива, мы сказали, элемент найден. Иначе вывести сообщение элемент не найден. На примере. Здесь размерность массива я сразу задала как константа Н равная 9, то есть я взяла массив размерности 9. Здесь массив я сразу инициировала. Так делать можно, вы это тоже знаете. Теперь я в этом массиве ищу некоторое Х и сразу сказала, пусть Х будет 19. Хотя можно взять любое другое число, можно ввести Х. Я пока вот так взяла. Теперь я говорю, И равно 0, то есть рассматриваю первый элемент массива. Пока мое АИТ не Х, то есть пока не 19, и пока мой номер меньше, чем Н, я просто буду внутри цикла вот этот проходить до конца. А нулевое 19? Нет. И плюс-плюс работает. А первое 19? Нет. А второе 19? Нет. А третье 19? Да. То есть на этом цикл завершается. На этом цикл завершался. И что я проверяю? АИ у меня 3. 3 меньше, чем 9? Да, меньше. Поэтому на экран выйдет сообщение «элемент найден». Вот он, элемент найден. Теперь, в случае, когда элемента нету. Теперь я Х ищу не 19, а 119. 119 у меня нет. У меня как цикл работает? Вот 0, то есть я останавливаюсь на первое место. И говорю, а нулевое 19? Нет. Следующее И. А первое 19? Нет. А второе 19? Нет. 119? Нет. А третье 119? Нет. И так прошла до конца. 119 я не нашла. Но цикл закончится, так как я дошла вот тут до конца, до последнего Н. А так как у меня И последний стал больше, чем Н, он мне выведет сообщение «элемент не найден». В случае, если мне нужно не просто найти, имеется элемент или не имеется, а еще найти его номер, то здесь нужно просто сделать вывод правильный. Вот здесь я Х не задала, как в предыдущих примерах, а вела с клавиатуры. Вот видите, ском элемент, вела Х. Х точно так же пробежалась по всем элементам массива. Если И меньше Н, то выйдет сообщение «элемент найден», как в предыдущих задачах, и его номер. Вот здесь, обратите внимание, я взяла И плюс 1. Не ИТ, а И плюс 1. Можно оставить И. Для чего я это взяла? Отведите иском элемент. Например, буду искать 24 в этом массиве. 24 имеется, элемент найден выйдет. Теперь 0, 1, 2, 3, 4 – это элемент под номером 5, но он выведет 6, так как я здесь сделала плюс 1. Я взяла нумерацию якобы не с нуля, а с единицы, чтобы было более понятнее. Можно оставить просто И, тогда здесь выйдет его номер 5. Это был линейный поиск. Теперь сортировкой массива называется упорядоченное значение его элементов по возрастанию или убыванию. Термин возрастания или убывания называют ключом сортировки. Как я сказала, алгоритмов сортировки очень много, классификаций алгоритмов тоже много. Сегодня мы остановимся на трех простых алгоритмах. Это сортировка методом выбора, сортировка методом выставки и сортировка методом обмена или обменной сортировкой. Методом выбора. Основная идея этого метода заключается в том, что наш массив условно делит на две части, на отсортированную часть и на не отсортированную часть. Потом из неотсортированной части берется элемент и переносится в отсортированную часть. К примеру, дан наш массив нужно отсортировать его в порядке возрастания. Метод выбора. Так как мне нужно в порядке возрастания, значит, я беру наименьший элемент. Наименьший элемент минус 38, он стоит на своем месте. Даже следующий наименьший элемент минус 14, минус 2. Вот эта часть белая, она якобы уже отсортирована. Теперь голубая часть – это не отсортированная часть. Как будет работать данный алгоритм? Находится минимальный элемент. Минимальный элемент – это 1. И этот минимальный элемент заменяется местами с элементом, который является первым в этой не отсортированной части. То есть 1 и 19 нужно поменять местами. Если мы поменяем 1 и 19 местами, то в этой части у нас будет минус 38, минус 14, минус 2, 1. То есть эта часть уже будет так, если поделить условно. Эта часть будет отсортированная. А в этой части будет 3, 24, 27, 19, 6. Вот эта часть не отсортирована. Теперь в этой части ищется наименьший элемент. Это 3. Но 3 у нас стоит на своем месте. Он ни с кем меняться не будет, поэтому это не трогаем. Вот эта часть остается. Здесь наименьше будет 6. Нужно будет 6 поменять с 24 местами. То есть у вас тут получается минус 38, минус 14, минус 2, 1. 3, 6. А здесь будет 27, 19, 24. Потом мы 19 меняем и 24, 27. Как это выглядит программа? Тот же массив я взяла. В цикле. Само тело сортировки – это вот этот цикл от фор до этой фигурной скобки. Что я говорю? Я беру и от нуля, то есть от первого элемента массива, до не n, а n минус 1. Для чего я это делаю? Я же не буду последний элемент сам с собой сравнивать. Поэтому, когда остается последний элемент, считается он на месте. И сравнивать мы будем предпоследний и последний. Потому что здесь цикл n минус 1. Под n минимальное ставим индекс элемента. То есть мы каждый раз будем искать номер минимального элемента. Теперь заново открываем цикл. Теперь от следующего элемента, который я назвала минимальный, до конца массива. Если а житая меньше, чем а, минимальная, под номером n минус, я запоминаю номер минимального элемента. То есть вот этот внутренний цикл, он ищет минимальный элемент в не отсортированной части. Теперь проверяется, если номер этого минимального элемента не i, то есть не вот эта ситуация, когда 3 оказалось на своем месте и его менять не надо, то он меняет местами элементы. В перемену s записывает промежуточную переменную значение а и того. На место а и того, а и – это первый элемент в не отсортированной части. На место а и того ставят элемент с номером n мин, то есть это минимальный элемент. На место минимального элемента ставят а и т. И так вот проходит до конца первый раз. Потом получается, что у нас отсортированная часть на один элемент стал больше, а не отсортированная на один элемент меньше. Заново цикл проходится. Опять это будет уже и один, и это будет индекс не отсортированной части массива. На экране мы получим вот такой вот отсортированный массив. Сортировка методом ставок заключается в том, что наш массив тоже условно делится на две части, на отсортированную часть и на не отсортированную часть. Но в отличие от предыдущего метода, в отсортированную часть мы выбираем не минимальные элементы, а берем все элементы вподряд и ставим их в правильное место. То есть если будем считать, что вот эта часть у нас отсортированная, то есть минус 14, 3, 27 стоит правильно, это отсортированная часть, берется следующий элемент, 19. 19 сравнивать с 27, 19 меньше, чем 27, да. Значит, 19 должен, так, прошу прощения, 19 должен встать на место 27. Потом проверяется 19 и 3. 19 больше, чем 3, да, значит, 19 останется на месте. У нас получится отсортированная часть минус 14, 3, 19, 27. 19 как бы встраивается в свое нужное место. Теперь не отсортированная часть остается вот эта. Минус 2. Минус 2 будет больше, чем 27. Не забываем, что здесь 27 будет. Меньше. Минус 2 меньше, чем 19. Меньше. Минус 2 меньше, чем 3. Меньше. Минус 2 меньше, чем минус 4. Минус 14. Нет. Значит, минус 2 встанет вот сюда, между минус 14 и 3. Программа, вот эта часть программы. Программа-то будет выглядеть так. Цикл начинается от одного, не от нуля. То есть считается, что первый элемент, он уже стоит правильно. Хоть какое число здесь будет стоять, первый элемент считается, стоит правильно. Остальные элементы мы будем стоять либо правее этого элемента, либо левее этого элемента. Цикл от одного до конца мы пройдем. Запоминаю очередной элемент массива. Теперь мы ищем место для размещения. То есть каждый раз будем на минус 1 сдвигаться. Это, как я говорила, минус 19 сравнивается с 27, потом будет сравниваться с тройкой. То есть вот здесь мы будем на один шаг все время уходить левее и левее. Пока G больше равно нулю, то есть пока наше И в пределах размеров массива от нуля до Н, и АЖТ пока больше, чем С, а С мы запомнили как очередной элемент массива, мы просто будем менять местами АЖ плюс первое и АЖ минус минус, то есть на минус 1. Далее G плюс первое мы ставим С, поменяли местами. Ассортированный массив, вот здесь я добавила вставками, чтобы видеть, что это другое ответ. Ассортированный массив, вставка, массив у нас, ассортировка прошла правильно. И третья сортировка, это сортировка обменная, ее называют еще методом пузырька. Она заключается в многократном порядочном паре соседних элементов. То есть что такое метод пузырька? Это когда из двух элементов более тяжелый падает вниз, а более легкий всплывает наверх. Вот здесь дан массив из пяти элементов сравнивается. Первые два, единичка меньше, чем три, то есть более легкий, остается наверху, тройка внизу, ничего не меняется. Следующий шаг, это был первый, второй элемент. Теперь второй, третий элемент. Нужно поменять местами, так как единицы меньше, чем два. Поменяли, получается, три стоит, теперь два поменяли с единичкой, и он единичку сравнивает с пятеркой. Что из них легче? Единица легче, значит, нужно с пятеркой поменять. Три, два на месте, пять, один поменяем местами. Теперь проверяет, один, четыре, один легче, значит, меняем местами. Получился массив, вот, три, два, пять, не изменяем, четыре, вот, один, выделили отдельным цветом, то есть последний элемент у нас стоит на месте. Остается рассмотреть массив из этих элементов. Аналогично, заново, весь цикл, два и три, два легче остается на месте. Два и пять меняет местами, то есть будет три, пять, тут будет два. Два, четыре опять меняет местами, будет три, пять, четыре, а наверху будет один, два. Уже вот эти два элемента будут считаться на своем месте. Потом сортируют остаток, вот эти три элемента. И так до конца, пока не останется один элемент. В программе вот эта часть, это тело цикла, тело программы, которая отвечает за сортировку. Здесь внешний цикл. Вот этот внешний цикл нам нужен для того, чтобы, вот, один раз мы прошли до конца, один элемент поставили. Теперь, чтобы вот этот вот массив еще разок просмотреть, потом просмотреть три массива из трех элементов, потом массив из двух элементов. Вот этот внешний цикл нам для этого и нужен. Внутренний цикл, он как раз-таки просто меняет два элемента местами. Здесь мы пойдем с конца. Ж от N-2 до E с шагом минус-минус. Можно пойти сначала, без разницы. Вот так чуть проще показалось мне. Я сравниваю. Если АЖТ больше, чем АЖ плюс один, я их просто поменяла местами. Ассортированный массив, обменная сортировка. Сортировка у нас, массив у нас отсортировался. При анализе алгоритмов любых есть такое понятие, как эффективность алгоритмов, сложность алгоритмов, оценка сложности алгоритмов. Но на данном этапе, при изучении данных, тем мы про эти понятия пока говорить не будем. Просто скажем, что все эти три алгоритма имеют в среднем одинаковую эффективность. И выбор, каким алгоритмом вы хотите сортировать заданные ваши массивы, в зависимости от того, какой метод вам более понравился, какой оказался более понятным. Либо же он просто ваше личное предстрастие. Итак, сегодня мы с вами посмотрели такие две основные операции работы над массивами. Это поиск элементов массива и сортировка элементов массива. При поиске мы сказали, что можно найти один элемент массива, первый, последний или вообще элемент массива. Либо же найти все элементы массива. Если мы будем искать все элементы массива, то нам удобнее использовать цикл «now while» от цикла «for». Сортировка – это упорядочение элементов массива, либо по возрастанию, либо по убыванию. Мы рассмотрели три алгоритма сортировки. Это сортировка выбора, когда мы ищем минимальный элемент и меняем местами с первым элементом. Сортировка вставками – это когда мы берем очередной элемент и ставим его в нужное место. Либо обменная сортировка, либо пузырьковая сортировка – это когда сравниваются два соседних элемента. И если они стоят неправильно, то не переставляются. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено.